МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Или когда-нибудь будет хвастаться среди друзей рыбаков? Закинул, блеснул. Чувствую что-то такое тяжелое. Сначала подумал коряга. Начал тянуть, тянуть. И потихоньку пошла. Думаю, тащу корягу. Потом смотрю непонятное что-то. Думаю, манекен может быть. Поближе подтягиваю в человек. Зову своего дядю. Он подходит. Стоим, думаем, что делать. Эмоции были неоднозначные, можно так сказать. Я даже не знал, что в такой ситуации делать. То есть впервые я вижу мертвого человека, в принципе. И в этот момент я стою, думаю, либо брать, резать и убегать, либо вызывать полицию. Ну, конечно, в полицию вызвали. И, в принципе, по большей степени страх и непредсказуемость этого момента просто был. Все это произошло 8 марта. Личность погибшего мужчины установили. Им оказался местный житель, который ушел из дома днем ранее. Установлено, что погибшим является 32-летний елизавчанин, который ушел из дома накануне гибели, поссорившись со своей сожительницей. Предположительно, смерть потерпевшего наступила от утопления. Признаков насильственной смерти не установлено. Сейчас следователи проводят проверку по факту произошедшего. По ее итогам будет принято процессуальное решение. Хочу вновь научиться ходить. Именно с такими мыслями ежедневно уже практически месяц просыпается 48-летний житель Петропавловска, который по стечению ряда обстоятельств оказался прикованным к кровати. Мужчину разбил инсульт, и он практически не чувствует своих конечностей. Вместе с отказом рук и ног на Виктора Кузьмина свалился еще ряд проблем. Если с бытовыми вопросами процесс более-менее налажен, за мужчиной ухаживает его друг, то с медицинской помощью все не так хорошо. Из больницы Виктора Геннадьевича выписали с целым списком лекарств, которые необходимы ему для восстановления. Но практически неделю он не мог дождаться от своего участкового врача рецептов на эти препараты. Пришел сразу врач со строительной, бабушка Дорго и Адуанчик. Записала, забрала выписку. Там целая колода этих таблеток. Еще ни одной, там написано, что бесплатно я должен их получить. Еще ни одной таблетки за 7 дней мне бесплатно никто не принес, девочки. А вызываю я скорую помощь каждый день, потому что болит голова, потому что задыхаюсь, потому что ноги затекают. И скорая помощь говорит, ты меня задолвал. Почему не потребляйте таблетки, которые вам сосудистый центр назначен. А я говорю, как я встану, возьму, принесу эти таблетки домой. Вчера вот доктор сказал, если я еще два дня без лекарства не попью, там как-то у меня может быть воспаление легких. Еще одна проблема Виктора Кузьмина заключается в том, что для того, чтобы встать на ноги, ему требуется лечение в реабилитационном центре. Но попасть туда он не может. Привезли домой. И они обещали в этот же день, чтобы я не поднимал скандал, увезти в реабилитационный центр на Целковского 1. Когда меня туда привезли, они сказали, что сосудистый центр хочет над вами поиздеваться, потому что 9-й километр и к сторону к кирпичике Целковского 1 вы устанете или от поездки туда-сюда, или устанете от занятий, вам нужен реабилитационный центр водников, круглосуточный, у вас еще есть время, чтобы вас научить ходить. Одно, что если меня за 20 дней могут поставить на ноги, но это не тот реабилитационный центр, который направил сосудистый центр. Это этот, как уводник. Сегодня я звонил, еще моя очередь туда не пришла. Я готов хоть завтра отправиться в этот реабилитационный центр. Хочу, чтобы меня побыстрее администрация отправила в реабилитационный центр и научила меня ходить. Вот что я хочу. С просьбой разобраться в ситуации мы обратились в региональный Минздрав. Там провели проверку. Специалистами Министерства здравоохранения Камчатского края был оперативно организован осмотр пациента, а также организовано бесплатное обеспечение лекарственными средствами в соответствии с его льготной категорией. На сегодняшний день также согласована госпитализация пациента для его дальнейшей реабилитации. Специалистами будут приняты все меры для максимально возможного восстановления пациента. А сейчас я попрошу зоозащитников отойти от экранов. Эта тема вряд ли вам понравится. О том, как уберечь людей от диких собачьих стаи, говорилось на этой неделе на совещании в правительстве региона. Чиновники обеспокоены ситуацией с безнадзорными животными на улицах населенных пунктов и ищут пути решения проблемы. А учитывая, что диктует на этот счет федеральный закон, то один из немногих путей решения – это строительство приютов. Речь в том числе шла и про Петропавловск-Камчатский. В краевой столице, я напомню, уже действует один приют, рассчитанный на 120 голов. Скоро построят еще один примерно на столько же лохматых постояльцев. А кроме того, в планах властей строительство приюта на полтысячи собак. И это только краевая столица. Издается мне, будут эти приюты расти на полуострове, как грибы. Будут расти до тех пор, пока закон запрещает регулировать численность бездомных животных другим, менее гуманным способом. Для кого-то этот вариант представляется чудовищным и недопустимым. Но давайте взглянем на ситуацию с другой стороны. Вот лично, на мой взгляд, гораздо гуманнее усыпить безнадзорное животное, нежели стерилизовать и выпускать обратно в каменные джунгли с надеждой, что он сможет себя как-нибудь прокормить. Я напомню, что отсутствие у животных детеродных функций не отбивает у них чувство голода. А о том, как в итоге одичавшие псы будут добывать себе пропитание в городской среде, никто из высокопоставленных умов, по всей видимости, не задумывается. И сколько еще надо случаев нападения животных, в том числе и с бирками в ушах на людей, чтобы проблему стали решать другим способом, так, как это было до вступления в силу нового закона. И я считаю, что вместо того, чтобы настраивать пункты временного содержания безнадзорных животных и тратить на это деньги, властям нужно выступать за внесение соответствующих изменений в федеральный закон, а также за ужесточение ответственности для нерадивых хозяев, выбрасывающих питомцев на улицу, которые потом пополняют стаи диких псов, рождая новое потомство. Если сейчас оставить все как есть, количество собак на улицах будет продолжать расти в геометрической прогрессии, и мы продолжим их ловить, стерилизовать и выпускать на волю. И строить все новые и новые приюты, пока они не появятся в каждом дворе. Закончить свой спич хочу вот этим мемом, который очень четко описывает всю эту ситуацию. Камчатцам не смешно. Чуть меньше, чем на 500 рублей дороже. Нет, это не я сошла с ума, это цитата из правительственного пресс-релиза о прямых рейсах в поселок Оссора. Как говорится, сначала мы ничего не поняли, и потом опять ничего не поняли. Но мы, люди упорные, и разобрались-таки, что к чему. Тем более, что тема с полетами в Оссоры уже стала нам родной. Проблемы пассажиров мы освещаем уже несколько выпусков подряд. Итак, в начале недели краевые чиновники обрадовали народ новостью, что уже с 15 марта авиабилеты для жителей Камчатки из краевой столицы в поселок Оссора станут дешевле. Между прочим, почти на 4000 рублей. Сейчас билет стоит 14200, а после 15 числа ценник составит 10400 рублей. Как гордо рапортуют камчатские чиновники, снижение тарифа позволит жителям Камчатки с большим комфортом добираться до поселка Оссора. Ведь сейчас, по словам власти мущих, вместо того, чтобы доплатить 4000 и добраться до Оссоры на самолете всего за два часа, люди выбирают более длинный, но более дешевый маршрут. Сначала на автобусе до Козыревска, оттуда вертолетом до Оссоры. В общей сложности более 10 часов в пути. А вот теперь, когда тариф на авиабилет снизят, и разница в стоимости длинного и короткого путей достигнет примерно 500 рублей, народ будет делать выбор в пользу авиамаршрута. Но подождите, ведь и сейчас есть множество людей, которые готовы заплатить за авиабилет, но не могут улететь. То снег завалит взлетно-посадочную полосу в Оссоре и ее нечем чистить, то невыгодно воздушное судно отправлять в путь, так как оно не полностью заполнено. В итоге люди вроде и рады бы воспользоваться прямым рейсом, но вынуждены тащиться до пункта назначения по 10 часов в условиях, которые крайне сложно назвать комфортными. О том, как приходится порой добираться людям до Оссоры, мы рассказывали в предыдущих выпусках программы. Но справедливости ради надо сказать, что сейчас ситуация с перелетами в поселок, по словам его жителей, более-менее наладилась. На данный момент ситуация с перелетами из Петропавловска-Камчатского до поселка Оссора и обратно изменилась. Сейчас перелеты стыковочные с селом Телички, то есть Ан-26, осуществляет перелет Петропавловск-Камчатский, село Телички, поселок Оссора и Петропавловск-Камчатский. Да, позаботились о пассажирах, чтобы летать с комфортом, хотя раньше до ремонта взлетной посадочной полосы в поселке Оссора таких проблем вообще не было. Всегда были прямые рейсы из Петропавловска-Камчатского до Оссоры и обратно. Было очень удобно летать пассажирам. Надеемся, что в ближайшее время ситуация с местными прямыми авиаперелетами в поселок Оссора будет налажена. И самолеты будут летать регулярно и войдет в свое прежнее комфортное для пассажиров расписание. Как это было до ремонта взлетно-посадочной полосы в поселке Оссора. Напомню, что о долгожданном завершении реконструкции взлетно-посадочной полосы в Оссоре и запуске прямых регулярных рейсов краевые власти громко заявили в конце декабря 2020-го. И все было хорошо до тех пор, пока в начале этого года один из снежных циклонов не вытащил наружу тот факт, что чистить-то полосу нечем. Не успели вовремя завести оборудование. Навигация подвела. Но свет в конце снежного тоннеля все же виднеется. Скоро придет весна, взлетно-посадочная полоса тает, билеты подешевеют. И будут жители отдаленного поселка летать до краевой столицы и обратно с комфортом, как белые люди. Ждем, надеемся и верим. А на десерте хочу вам показать невероятно красивый сюжет про Ключевской вулкан. 17 февраля на нем зарегистрировали побочный прорыв впервые с 1989 года. А на минувших праздничных выходных группа отчаянных искателей приключений сумела пройти к этому прорыву, который, кстати, теперь носит имя Горшкова. Но давайте поговорим о Ключевском подробнее. Он этого стоит. Ключевской самый активный вулкан Камчатки. И один из самых активных вулканов мира. И поэтому любое его извержение, с одной стороны, не является неожиданностью, а с другой стороны, это всегда интересно. Так получилось, что с 1932 года было множество, около десятка побочных извержений. И весь 20 век люди исследовали побочные извержения, даже катались на лаве, и к нему можно было подъехать. А потом, в 1989 году было последнее извержение высоко-высоко, на четырех тысячах метров прорыв Скуридина. И все, и все остальные извержения шли только через вершину. То есть с 1990 года по сегодняшний, по сей год, у нас произошло 16 вершинных извержений и ни одного побочного. Обидно, потому что до вершинных добраться очень трудно. Нам достается только пепел. Нет возможности наблюдать сам процесс. Он слишком высоко, 5 километров. Поэтому мы давно ждали побочного извержения. Это возможность получить материалы прямо в руки. Ну и это типичное проявление жизни вулкана, и поэтому важно его исследовать. Исследователи направились к Исполину сразу, как только подготовились к экспедиции. Естественно, побочный прорыв, к нему проще добраться, чем к вершине. Хотя и здесь тоже свои есть нюансы. Этот прорыв находится на высоте 2800 метров над уровнем моря. То есть по высоте, как Авачинский вулкан практически. То есть нужно подняться на Авачинский вулкан, и там работа на вершине. Так и здесь. Отрицательная температура, сильный ветер, холодно. И холодно – это не наше минус 8. Это минус 47 и сильный ветер, когда стоит зазеваться, и можно остаться с носом. Точнее, без него. Обстановка явно не располагала к исследовательской деятельности. Поэтому сразу, с первого раза, сделать задуманное не получилось. Мы первую попытку совершили с целью ночевать наверху. Есть домик Мациевского. Это бывший наш сотрудник института, который построил домик. Я думаю, с озером Державина. Мы планировали там ночевать. И забрасывались на нескольких снегоходах с нартами, груженными оборудованием, продуктовыми питаниями, топливом. Однако внизу, подножие вулкана, достаточно рыхлый, пухлый снег. И было очень тяжело вытаскивать из оврагов эти нарты. В итоге мы из леса только вышли в начале четвертого дня. По времени это уже было поздно. Нам еще нужно было подниматься по склону вулкана достаточно долго. И мы бы за сутки бы этого время солнечного дня не успели бы сделать. Поэтому мы вернулись обратно. И следующую попытку мы уже совершили без нарт, без планов ночевки, а только добраться до извержения. Мы это сделаем. Добрались, взяли необходимые образцы свежей лавы, измерили температуру в месте прорыва, оценили интенсивность и масштабы извержения и провели аэрофотосъемку, чтобы все, кому интересно, могли бы посмотреть, как происходит извержение. Но не все готовы довольствоваться чужими фото и видео. Например, Борис Смирнов и Алексей Кулаев, которые с друзьями отправились к Исполину, чтобы все увидеть своими глазами. Если вы думаете, что это была увеселительная прогулка, то очень зря. Минус 47, ледяной ветер, глубокие расщелины, в которую угодил один из путешественников. Благо, никто не пострадал. И на горячее лавовые бомбы. Долетели лавовые бомбы. Ты сначала поднимаешь голову вверх, смотришь, где она летит, и примерно уже угадываешь, куда она упадет. То есть головой приходилось крутить буквально 360 градусов. Слушай, ну не страшно было? Или вот оно того стоило? Это вот те моменты, ради которых нужно жить, собственно. Ну, это да, это те моменты, ради которых нужно жить. Это вот те моменты, от которых отчасти захватывает дух. И именно вот в этом измеряется жизнь, наверное. Наверное, вы думали о безопасности, но вот это вот чувство эйфории, она как-то брала вверх. Это красиво, да, это очень красиво, но в то же время это опасно. Поэтому те ребята, кто сейчас поедут туда, я бы хотел, чтобы они подумали в первую очередь о безопасности, об экипировке, о каких-то средствах связи. Это спутниковые телефоны, обязательно GPS, потому что были случаи, когда мы пошли смотреть на ночное извержение. И подул легкая поземочка, а это ночь, и ты лагерь там в 200 метрах не найдешь. Поэтому об этом надо очень серьезно задуматься. Очень холодно, поэтому одевайтесь теплее. О том, что стоит воздержаться от поезда к извергающемуся вулкану, без устали говорят в МЧС. Это опасно. И не только из-за лавовых бомб, но и из-за грязевых потоков, которые могут в любую секунду изменить направление. В общем, мы вас предупредили, а вы думайте сами. А пока давайте еще полюбуемся извержением. Мы, конечно, не ожидали, что будет настолько классно. То есть мы даже, когда первый день приехали, переночевали и пошли днем, были кучи эмоций, было классно, супер там извержение, как бы все завораживалось. Но потом решили все-таки прийти пообедать, спуститься обратно в палатку и пойти на вечернее восхождение. И когда мы пришли туда, обратно вернулись вечером, ну это был просто какой-то фейерверк, просто буйство красок. То есть мы такого не ожидали. И мы действительно понимаем, что самое классное в нашей поездке, то, что у нас было две ночевки. И мы смогли действительно и запечатлеть, и посмотреть, и людям привезти вот эти кадры именно с ночного извержения. А нам остается восхищаться и немножко завидовать ребятам. Ну и в завершении выпуска традиционная рубрика КамТоп. Давайте посмотрим, какие опросы проводила на этой неделе Камчатское рейтинговое агентство и что обо всем этом думают камчатцы. Достойны ли в регионе условия жизни, спросили жителей полуострова. Утвердительно ответили лишь 11% опрошенных. А на вопрос о желании мигрировать вариант «да» выбрали 73% респондентов. Вот еще интересный опрос. Знаете ли вы депутата своего округа? Результаты перед вами. А вы знаете своего народного избранника? Напишите в комментариях. Уровень функциональности автостанции на 10-м километре в Петропавловске оценивали участники опросов на этой неделе. Задумку не оценили 92% опрошенных. А что думаете на этот счет вы? Мусорный коллапс в Петропавловске-Камчатском. Большинство респондентов считают эту проблему очень серьезной. И лишь 12% опрошенных уверены, что она раздута. Возможно, это те, кто отвечает за уборку мусора. Еще больше соцопросов ищите в аккаунте КамТоп в Инстаграм, подписывайтесь и принимайте участие. Важно мнение каждого. И на этом у меня все. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова